Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я с вами хотел бы порассуждать на такую тему, как рождаемость. Что это? От чего она зависит? Или от кого она зависит? Количество людей или животных, птиц, рыб, которые появляются на свет в течение определенного времени и в конкретном месте, это определяет понятие рождаемости. И мы будем говорить сегодня о рождаемости у людей, и она у разных людей, у разных народов, на разных континентах, у людей с разным цветом кожи, вероисповедания, она разная. И большинство людей, подавляющее большинство людей проживает в Азии. На втором месте идет у нас африканский континент. И так, например, в Африке в среднем можно допустить, что в одной семье, или у одной женщины, правильнее будет сказать, бывает от пяти до семи детей. В Северной Америке и в странах Северной Европы это один-двое детей. И есть понятие внебрачные дети. Статистика очень сильно разнится. Скажем, по России статистики внебрачных детей практически не существует. А вот в Англии и Франции количество внебрачных детей достигает 30%, а в Дании даже 40%. Есть данные по Латинской Америке, в частности Панама, Гватемала, где 55% детей рождаются вне семьи. Существует также понятие абортов, нерожденных детей, но уже зачатых детей. И есть понятие отказы от рожденных уже детей. Но этого мы сегодня касаться не будем. На сегодняшний день в мире проживает примерно 7,3 миллиона людей. Это начало 2018 года. В 1900 году на Земле проживало 1,6 миллиарда людей. В 1950 году их было 2,5 миллиарда. А первый миллиарда на Земле появился в 1820 году примерно, потому что точных данных статистических нет. Второй миллиард появился в 1927 году. И религия, вера, потребности страны, здоровье нации, крепость семейных традиций, условия жизни, войны, эпидемии, голод, катаклизмы. Все это влияет на рождаемость. И поэтому рождаемость – это плохо или слабо контролируемый процесс людьми, по крайней мере, на сегодняшний день. Но мы можем допустить, что в духовном невидимом мире Бог знает и наблюдает за людьми. И Он знает о том, какова рождаемость на том или ином континенте у тех или иных народов. И если рождаемость становится крайне низкой, то это определение не только людей, но и Бога в том числе. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, на рождаемость влияет много факторов. Но деньги на это влияют не в той большой степени, в какой принято считать людьми, которые находятся у власти в той или иной стране. Не в той мере. Могу сказать, что в моей семье сегодня трое детей. Я хотел иметь пятерых детей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что моя жена, может быть, хотела двоих. В любом случае, желание иметь детей у нас пришло в противоречие с возможностью зарабатывания денег мною в период так называемой перестройки. Это конец 80-х и продолжительный период всех 90-х годов. Это же может быть влияло и на рождаемость детей у других людей. Но в любом случае, есть очень много индивидуальных факторов, которые влияют на рождаемость. И у одних людей есть желание, но нет возможности. А у других людей есть возможность, нету желания. И разные люди по-разному относятся к детям, к их количеству в том числе, как и страны в целом и даже целые народы. Никого не осуждая. Хотел бы, чтобы мы порассуждали на тему рождаемость. А вам я желаю Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok